Ребят, на сайте ClashKing можно приобрести недорого гемы в Clash Royale. Также здесь есть очень прикольные сундучки, где можно выбить лего, можно выбить аккаунт, можно выбить гемы. И много чего интересного по доступным ценам. Также я на каждом стриме разыграю бесплатные промокоды, введя которые вы получите игровую валюту совершенно бесплатно на этом сайте. Поэтому нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать стримы. И также здесь очень интересные мини-игры, где вы можете играть друг с другом. Обязательно переходите на этот сайт, ссылочку на него я оставлю в описании. А вот то, что с подбором творится, это я был в шоке, когда мне мой подписчик скинул такой вот скрин. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, прежде чем мы перейдем к теме ролика, давайте быстренько откроем сундучки. Потому что, ну я вижу, что здесь они подготовлены, наверное, на видос, я не знаю. Они, конечно, слабенькие, поэтому я их открываю быстренько. И давайте эпически. Так, все. Теперь давайте перейдем в список сражений. Мы будем рассматривать, ребята, поединки 2 на 2. Честно, я этот режим не сильно люблю, я редко играю. Возможно, я что-то не знаю. Поэтому то, что я вам сейчас покажу, я попрошу вас в комментариях объяснить мне. Возможно, я что-то не знаю. Окей, значит, хозяин аккаунта Supreme пошел 2 на 2. Давайте посмотрим, какой ему напарник подобрался. Напарник ему подобрался с первой арены. Ноль кубков. Второй уровень. Окей, полбеды. Бывает такое, да, что маленькие уровни подбираются с высокими уровни, туда-сюда. Но давайте посмотрим теперь на противника. Противник, ребята, первый уровень. А второй противник? Четвертый уровень. Вуаля! Я не знаю, как так возможно. Опять же таки, возможно, я редко играю 2 на 2. Возможно, у вас такое постоянно. Но я считаю, что это дисбаланс. Ну, какой это подбор? Ну, вот он 11 уровень. Он находится на Искателе 1. Это не какая-то там, я не знаю, 9, 8, 7, 4, 5 арена. Это Искатель 1. Это 4 200 кубков. А ему что напарник, что противник подбирается с первой арены. Ребят, если вы что-то знаете больше, чем я, напишите в комментах. Холдик сейчас напишет. Все нормально, такое так и должно быть. Но, на мое мнение, это дисбаланс. И это не только 2 на 2 режима касается. Это и в глобале такое происходит. Но, конечно же, вам не подберется первый уровень на таких кубках. Но вот 2 на 2 режим меня, честно, удивляет вот этими подборами. Давайте теперь посмотрим этот повтор. Я, конечно, ребят, знаю, что в 2 на 2 может подобраться практически любой игрок, который прокачан лучше, чем ты. Но я не думал, что это настолько здесь. Вот, к примеру, ты второй уровень, тебе может седьмой, десятый подобраться. И ваши башни будут сбалансированы. И противники соответствующего уровня должны подобраться. Я, конечно, понимаю, возможно, не так много игроков играют 2 на 2. Возможно, подбор, ну, не сильно сбалансирован, мало игроков. Но, черт возьми, 11 уровень с напарником первого играет против... Точнее, 11 уровень с напарником второго уровня играет против четвертого и первого уровня. Надеюсь, вы не запутались и поняли, что я сказал. Это, ребят, это... Я не знаю, я такого еще не встречал. И у них шестая башня, а у противника первая. Я такое могу только встретить, если увидеть такой повтор, если только это ТВ-Рояль, да, допустим. К примеру, 13 уровень спустился на первую арену. Да, блин, крен бы с ним, да, он прокачан, 11 уровень, все дела. Но он же на своих кубках сидит, то есть на 4200. Он не сидит на их арене, на первой, чтобы там такие игроки ему подбирались, точнее, здесь. Поэтому, ребят, я, честно, в шоке. И такого дисбаланса я еще не видел. Я просто там по пабликам порылся немножко, по сайту полазил, в ТВ-Рояль посмотрел, видосы погуглил. Ну, подобного я не встречал. Да и сам я в 2 на 2 такого не встречал. Ну, опять же, повторюсь, возможно, я редко играю. Из-за этого я таких ситуаций не встречал. Напишите в комментах, вам подобная ситуация уже попадалась или нет. Так, чтобы вы 11 играли против первого. Или вам напарник подобрался, там, второго или первого уровня. Понимаете, разница в 10 уровней. Ладно, нет, в 9. В 9 уровней с напарником. И в 10 уровней с противником. Ну, нихрена себе дисбаланс какой. Я понимаю, когда 3 уровня разница, 2, 4. Ну, не 10 же, это целая пропасть между ними. Ну, реально. Но только создали аккаунт, да, и они уже играют 2 на 2 с более сильными прокачанными игроками. Естественно, возможно, кто-то скажет, Холдик, да, в 2 на 2, это чисто фан-режиме, чему там удивляться, как бы ничего не теряешь. Я согласен, но мне кажется, что это реально перебор. И так не должно быть. Если ты пошел 2 на 2 играть, ты должен с такими же своими, с такими же напарниками, с такими же противниками, как и ты играть. Поэтому, ну, не знаю. Это мне показалось очень имбалансно. Вот, я хочу также, вот мне, честно, я не знаю, надеюсь, что не солью кубки. У хозяина я не спрашивал, но хочу сыграть на 4200. Вот, просто сейчас я сижу сам на 5000 кубков. Мне интересно, какие игроки сейчас здесь сидят. И многие, мол, бомбят мои сокланы, что невозможно играть на таких кубках. Раньше было проще. Я вот хочу, с вашего позволения, еще сходить в онлайн-атаку, ну, и заодно проверить. Может, это аккаунт какой-то такой особенный, что ему слабые противники подбираются. У него здесь была уже составлена колода. Я здесь посмотрел еще парочку колод. Ну, кстати, смортира неплохая. Принцесса вот неплохая. Но там не прокачана мини-пека. Вот с этой колоды я сыграю. Надеюсь, не сольюсь. С вашего позволения, одну-две каточки катну. И на этом буду выпуск завершать. Это, в принципе, все, что я хотел сказать, ребят. Я просто хочу найти этому объяснение и показать вам. Если это вам показалось интересным, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И, блин, напишите в комментах, это нормально вообще, что в 2 на 2 такой подбор. Если вам что-нибудь подобное в глобале встречалось, либо там что-то в испытаниях, не знаю, интересное, обязательно пишите мне. Я люблю такие моменты в игре. И обязательно сниму по этому ролик. Но только это если реально что-то интересное. Поэтому обращайтесь и попадете ко мне в выпуск. Так, противна слава. Мне повезло то, что у нас есть и торнадо, и палач. Мы, в принципе, контр ему. Давайте сейчас с помощью торнадо вот так вот сделаем. Блин, одна мышка не затянулась, не попала в торнадо. Опа. Ладно, поехали в бой. Точнее, не в бой, а сразу в пуш. Так, хорошо. И там еще миньоны, блин. Но у меня есть уже второй палач. Если бы еще этот выжил. Отлично, все. Он сделал свою задачу и справился с ней на ура. Он и лаву законтрил, и шарик, и орду миньона уничтожил. Отличный палач получился. Так, давайте выбрасываем рыцаря. Так, а что бы мне к рыцарю подкинуть? У меня три с пыла. Так, 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 так. Ну, наверное, палача. А что еще? Наверное, палача. Так, хорошо. И поехали. Хог. Готовлю бревно наперед. Я знаю, что там банда гоблинов была. Так, отлично. Да, бревно не понадобится. Отлично. Так, что теперь? Я думаю, будем менять сейчас торн. Я, кстати, с Хогом вообще редко играю, поэтому могу тупить. Но я бы не сказал, что здесь какие-то сильные игроки сидят. Но прокачка... Не, ну куманки тринадцатые нормально. Я еще не видел... А, эпическую карту видел. Хотел сказать, не видел эпиков. Шестой эпик? Не, это нормально. Это не перекачанные игроки. Есть и пожестче на таких кубках. Так, давайте палача. И сейчас идем в атаку. Хотя палача надо было слева выбросить. Сейчас будет там лава. И мне нечем будет ее задефать. Ладно, поехали. Нам надо допушить сторону. Выбрасываем бревно наперед. Так, хорошо. Так. Уф, 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 уф. Так, а что сейчас сделать? Давайте здесь рыцарь. Здесь палач. Так. Хорошо. Сейчас еще рано торнадо. Рано. Так, поехали. Поехали хок плюс гоблины. Бревно наперед, если будет тамба. Так. Теперь торнадо используем. Хорошо. Осталось у нас 200 хитпоинтов Он молнии добьет Молнии добьет, поэтому Надо переходить уже на другую сторону Или может еще не успеет, не знаю, посмотрим Так, одна секунда и победа Не успел противник добить молнии В общем, прикольно Я давно здесь просто не играл Из-за этого мне захотелось сыграть одну антлайна атаку Ничего тут дисбалансного нету Можно было, конечно, взять ему сейчас 4 300 Но не буду, мало ли, вдруг еще солью, потом буду виноват В общем, ребят, на этом выпуск подходит к концу Это все, что я хотел вам рассказать, показать Если вам понравился ролик, ставьте лайк Напишите в комментариях ваши догадки Или ваше объяснение этому Блин, я не знаю, как это даже назвать Этому случаю, потому что Ну, такое я вижу впервые Е-мое, просто первый уровень Подбирается 11 уровню Даже второй напарник Со второй арены Казалось бы, там один с первой арены Да, второй нормальный Так они все три, кроме супримов Сидят на второй первой арене Это, конечно, кто-то с чем-то На этом я буду с вами прощаться Спасибо всем, ребят, за просмотр Желаю вам удачи, хорошего настроения Ну и до новых встреч, ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok